Слава Иисусу Христу! 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 Слава Иисуса Христу! Слава Иисусу 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 Христу! преступниками. Очень часто они смотрят на себя и говорят, я не самый лучший, конечно, человек, но я не плохой, но не преступник. Это если смотреть через человеческий взгляд на праведность. Но Бог смотрит абсолютно по-другому. Апостол Павел говорит, если ты соблюдаешь весь закон или все заповеди, 10 или 9, но в одной, в одной ты сгрешишь, ты становишься преступником пред всем законом. Почему? Потому что корень любого греха – это непослушание. И Бог не может мириться с этим. Вы помните тот пример, когда Самуил сказал Саулу, чтобы он ждал его, чтобы потом принести жертвоприношение. В другом моменте он сказал ему, чтобы он умертвил весь скот, царя всех людей. Но Саул просто, просто, непослушал. заповеди, которая была принесла Богом через Самуила. И Самуил, говоря к Саулу, он говорит, неужели ты не знаешь, что непослушание – такой же самый грех, как и волшебство, как и долопоклонство. Непослушание – так всего-навсего. Я же не заколол. Я оставил этих зверей или этого скота, чтобы принести Богу жертву. Как бы такое правильное отношение. Но Бог смотрит по-другому. Непослушание. Непослушался. Хотя в Старом Завете Бог выделяет отделенные грехи. Из-за идолопоклонства нужно было убивать сразу или побивать камнями. Из-за того, что волшебство люди делали. Это тоже была смерть. Умертвлял Бог. Но в корне непослушание – такой же самый грех. Нету разделения. Поэтому, когда я смотрю на святость, на праведность Божию, в какой бы семье я не вырос, в верующей, морально высокой, достаточно одного греха, чтобы проявилось непослушание. Этого достаточно, чтобы сделаться преступником пред Богом. Вот почему мне нужен Христос. Вот почему мне нужна Его спасительная жертва. Вот почему мне нужно покаяние, чтобы из моего непослушной природы Бог сделал сердце послушное Его заповедям. И теперь я немножко переступлю и пойду дальше. Я хочу поговорить о таком виде непослушания, как не сделать. Это тоже грех. С такой же самой серьезностью, как и что-то сделать, которое Бог говорил не делать. Не сделать, это тоже самый грех. Вы знаете, я не знаю, почему так служилось, но очень часто, когда я бываю в церквях, когда я вырос в пятидесятничестве, вы знаете, почему-то у людей есть такое как бы состояние, что ли, от себя как-то выделить. И очень часто, когда я задаю людям вопрос, в чем, самый простой вопрос, на который должны знать ответ практически все верующие, в чем состоит христианство? Обычно люди отдают самые разные ответы, только не тот, который надо. И меня это пугает. И очень часто эти ответы, они сопряжены с тем, что что-то они не делают. Особенно, вот, что мы ходим в такую-то церковь, у нас нельзя делать этого. У нас, я не знаю, у нас нету группы прославления, нету барабанов, у нас такая одежда, у нас такая, и это неплохо. Но неужели в этом вся сущность христианства? Я повторяю, обычно повторяю, но в чем же суть? Неужели Христос страдал только для одного, чтобы я приходил и знал, что мне не делать? И здесь я хочу посмотреть или раскрыть через Библию, в чем же состоит истинное послушание? Не делать это только одна часть, есть еще вторая, сделать. И я хочу прочитать место Священного Писания, это Матфея, очень знакомая притча. Пожалуйста, откройте вместе со мною. Я извиняюсь, пожалуйста, сейчас найду. Матфея, 21 глава, 31 стих. Я прочитаю даже всю притчу. Интересный момент Христос затрагивает. А как вам кажется, у одного человека было два сына? И он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал ответ, не хочу, а после, раскаившись, пошел. И подойдя к другому, он сказал то же. Это сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. И подойдя к другому, он сказал то же, это сказал, иду, государь, и не пошел. И здесь 31 стих. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, первый. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мы тари и блудницы, вперед вас идут в царство Божье. Вы знаете, сама притча, как бы для меня, она не имеет интересный смысл в ней. Христос берет два человека, которые являются сынами одного отца. И говорит одну, иди работай, виноградники моем. Тот говорит, не пойду. Второй говорит, я пойду. Но ситуация меняется. Тот, который говорил, я не иду, работать идет. И тот, который сказал, я пойду, не идет работать. И Христос задает интересный вопрос. Кто исполнил волю отца? Или другими словами, кто послушался отца? И говорят ему, тот, который сказал, не пойду, но сделал. Вы знаете, а тот, кто не сделал, мог бы сказать, отец, ну как же, я же, ну я ничего неплохого не делал. Я же не ходил, я там не растрачивал, я просто сидел дома. Но это не считается. Считается то, что ты сделал. Седьмая глава, Батфея, она говорит, интересный стих есть такой. Седьмая глава, двадцать первый стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Братья и сестры, когда мы сидим или делаем или говорим только на одном, чтобы что-то не сделать, это не все. Это не все. Библия говорит нам о том, что у Бога есть определенная воля в нашу жизнь. И наша задача исполнить эту волю. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Человек, который открыт к послушанию, который готов делать то, что Бог ему говорит. Еще одна интересная притча, это притча о пяти талантах. Вы помните последнего раба, да? Который со большим старанием, совсем, можно сказать, таким мнимым уважением приходит и говорит, вот, все то, что ты мне дал, я сберег. я сохранил, я ничего не уронил, не потерял. Устроило ли это господина? Нет. Не устроило, потому что настоящее послушание Божьей воли, оно направляет нас на действие. Поэтому Библия очень сильно призывает, если мы читаем Новый Завет, она говорит нам, познавайте, что есть воля Божья. Думайте, молитесь, чтобы Бог открыл, в чем состоит воля Его в мою жизнь на этой земле и моя задача исполнить ее. Только тогда Библия говорит, что такой человек, такому человеку будет сказано, войди в радость господина моего. И я хочу привести самый большой пример послушания, это Иисус Христос. Послание евреям, о нем, или филиппийцам, евреям тоже та же самая мысль, но филиппийцам говорится об Иисусе Христе 2 глава. Это самый большой пример, который только может быть послушанием. 2 глава. Он, будучи образом Божьим, 6 стих, не почитал хищением быть равным Богу. Это говорится об Иисусе Христе. Но смотрите, что он сделал. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных земных и преисподней и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Вы знаете, Христу, чтобы было исполнить миссию, у Него была конкретная цель. Это не просто прийти, не просто только что-то не сделать. Христу предстояло пойти на крест. Это был окончательный момент исполнения воли Божьей. И чтобы это сделать, написано Христу, нужно было смирить себя, быть послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот Он настоящий человек, который любит Господа. Вот Он человек, который пребывает в воле Отца. Сегодня заканчиваю свою проповедь. Я верю, что данное место, оно очень серьезное. И, братья и сестры, возможно, оно выбивает у многих из нас основания, на которых мы стоим, на которых мы сожжижимся сейчас. Конечный результат Бога, который интересует, это исполнение Его воли. И непослушание это грех. Это грех серьезной степени. Бог реагирует, Богу не нравится. Но когда человек в воле Божьей, когда он ее познает, когда он ее принимает, когда он смиряется, он делается послушным. И через это прославляется имя Бога. Поэтому, да поможет нам Бог сегодня просто заняться или начать думать, в чем воля Божья в мою жизнь, познавать волю Божью и исполнять ее во имя Иисуса Христа, чтобы в конце услышать этот хороший призыв «Войди в радость Господина моего». Во имя Иисуса Христа пускай будет так. Аминь. Спасибо.